Всем привет! Я Маша Лилты и вы на моем ютуб канале! И это обзор всех моих буков за 2023 год! Ну, на самом деле не всех, еще был бук шоу Насте и Вовы и бук для Евы Мэш. Я их подарила, поэтому у меня их нет, но все остальные буки, которые я делала там по разным фандомам, фильмам, сериалам и не только, остались у меня. И прямо сейчас я сделаю вам обзор. Кстати, самый маленький бук, цифровой цирк. Обзор на все буки! И первый бук, который я сделала в январе этого года, самый первый бук за этот год, Wednesday Book. Я думаю, вы все его знаете, все его видели. Самое популярное видео на моем ютуб канале именно про него, так что я думаю, что вы многие точно его видели. Что я могу сказать? Я сейчас смотрю на вот эту вот Wednesday и вспоминаю, как я ее рисовала. Просто тонна работы была вложена в этот бук. Это было как раз таки, так как первая работа, ее было делать сложнее всего, потом уже больше опыта, опыта набиралось. И было легче, быстрее. Вот такая вот у него обложка. Кстати, вот эта Wednesday нарисованная. Это моя первая работа, так сказать, в реализме. В целом, она получилась очень даже неплохой. Я помню, как я тогда удивилась, как у меня так получилось. И сейчас мне тоже очень нравится. Несмотря на то, что я вижу тут всякие ошибки. Вот эти вот блики расположены абсолютно неправильно. Сейчас бы я нарисовала лучше, но все равно. Но очень-очень даже достойно, очень даже хорошо. Кстати, тут написано, что мой старый ID рисунков Guitar War. Я теперь его даже не использую. Первая страница. Ой, как-то он тут немного слежался, но ничего страшного. Вот такая вот страница. Тут Энни, ты и Уэнзи в их комнате. И вот так вот, опа, вытаскивая тут. А, витраж меняется цветами. Ой, только теперь вот это затолкать обратно. Все слежалось, и поэтому механизм будет работать немного сложнее. Я не знаю, когда после ни разу заставала Уэнзи Бук. И дальше, о, один из моих любимых разворотов, это с вещью и вот такой вот рюкзачок. И вот когда его открываешь, вот тут какие-то вещи из рюкзака. Мне очень нравится эта страница. И, кстати, мне супер нравится, как я нарисовала вещь. Даже использовала зеленые, всякие цвета, чтобы нарисовать кожу. Вот это, кстати, похвально, похвально. Я просто сейчас, у меня скилл рисования выше, и я просто расцениваю там свои рисунки. О, страница с аутфитами Уэнзи. Классная. И, честно, я боюсь вот это вот отрывать, потому что думаю, что со временем они приклеились. Хотя нет, слушайте, все очень хорошо работает. Платье Уэнзи. Тебя видно в зеркале, может. А, всем привет. Я сразу вспоминаю, что-то. Ох, уж этот файп. Представляете, прошло с момента того, как я делала этот бук прям год. Или я его делала в январе, но тогда почти год. А мне кажется, что это было буквально вчера. Я прям помню все ощущения от нарисования, когда смотрела Уэнзи. И прям это так клево. Прям снова окунаюсь в эту атмосферу. Вот, и вот этот костюмчик еще, кстати. Мне нравится больше всего. Кстати, тут тоже вещь. Перелисуем все еще страницу. Это Аякс и Эннет. Кстати, почему-то вот этот вот черный маркер, он немного какую-то желтизну отдал вокруг. Но это даже неплохо. Как будто бы немного такая старая бумага. Хотя все равно какой-то кислотный цвет. О-о-о. Кстати, очень хорошо работает этот механизм. Он не слежался даже со временем. Если двинуть вот так вот шапочку, то вот как и вот змея. Мне кажется, самый классный механизм за весь бук. Эннет. Тоже классный механизм. Шевелится очень хорошо. Тоже заколочка у нее на волосах. Выдвигает когти. Это просто шедевр, я считаю. Ой, дальше страница с Тайлером и Ксавье. Но этот механизм я трогать не буду. Ребята, даже не просите. У него даже здесь не осталось этой штучки, за которую поворачивать. Приходили друзья в гости. Буки там мои смотрели. Так вот случайно оторвали. Ничего страшного. Я все равно его не трогаю. Хайт навсегда остался внутри него. Теперь Тайлер хороший. И Ксавье. И если, опа, холст потянуть, то тут показываются его картины. Дальше мой самый нелюбимый разворот. Ну, потому что, ну, вы видите эту бьянку-свинюшу. Я не понимала, почему в ТикТоке ее захейтили. То есть сначала все-таки бьянку вам покажу. Пока мне смешно. Потом Юджина. Ладно, я могу оправдаться, почему она выглядит так плохо по сравнению с остальными. У меня не было коричневого карандаша. Мне пришлось наводить коричневый акрил. Там смешивать цвета и к акрилам рисовать дьянку. В первый раз в жизни рисовала портрет акрилом. Получилось не очень. Какая же она упорота. Еще плюс вот эта вот пленочка. Она не приклеилась на акрил так. Она немного отклеиваться стала. Получились хорошо только губы и блики на них. А в целом нет, мне не нравится. И также у нее сломан вот этот тот механизм. Тут можно было вот так вот потянуть. Ну, в целом он рабочий. Просто не к странице приклеен. И тут написано, подпишись, Степана говорит, подпишись, призывая от вас. Также Юджин. Ну, с Юджином получше страничка. Во-первых, у него вот такая вот счастливая. Happy face, smile face. Тут с бликами я уже получше поработала. Правда, на костюме не понимаю, почему они. И вот здесь я не знаю, слежала, механизм нет. Опа. Пчелки из этого. Как там домик для пчелок называют? Опасинок или как? Улей. Улей. Нет, улей это когда они сами строят, нет? Кто знает, как называется домик для пчелок, вот именно такой. Напишите в комментариях, пожалуйста. Дальше уже идет вторая часть Wednesday Book. А тут уже масштабнее какие-то такие пошли странички со сценами из фильма. Предыдущие странички были конкретно про персонажей, а это уже со сценками из сериала. Из фильма, говорю, да? Тут Wednesday может танцевать. Dance, dance with my hands. And about my hands. To the side, I'm gonna dance. Ну, Wednesday получил супер красивый, как и ее руки. Ну, а вот фон всегда интереснее, да? Задний план всегда интереснее. Ну, посмотрите, что за крининг. Почему-то это девочка без рук. А, она с руками. Ну, короче, какой-то крининг. Я, по-моему, вообще не заморачивалась над задним планом. А дальше... Ой, я просто обожаю со страницей, потому что я тут нарисовала Wednesday. Посмотрите, какая она красивая. Вот, у меня до сих пор как будто бы сохранился немного вот этот вот стиль. В плане того, что такие глаза у нее как будто бы выразительные, но при этом они без бликов, как-то в стиле Wednesday. А также я восхищаюсь вот этой вот рукой тут. Или это только с моего ракурса так выглядит. Нет, нормальная рука, хорошая рука. Очень хороший рисунок, как и виолончель. Я очень ненавижу рисовать музыкальные инструменты. У меня они совершенно не выходят. Особенно струнные инструменты. Скрипка, гитара. Это просто для меня боль. И у меня не получается рисовать. Ну, тромбон вот у меня получилось нарисовать. Ну, он духовой. А вот струнные я не люблю. Может, будет фото, где вот Санс с тромбоном мой рисунок. Сама нарисовала, да? В плане тромбон. Без каких-либо там референсов. И также тут вот на памятнике разрастается пожар. Вот так вот можно. Тут тоже немного трудно работать механизм со временем. Переходим к следующему. Разворюй. Ты классный. Тут это Лариса Уимс, да? Правильно прочитала? Уже не помню имена, если честно. Вот такой вот. Вы все же помнят ее суперспособность. Обычное ее лицо, но... Я Тайлер. Всем привет, да? Она еще может быть вот таким челом. Вот это страница, на которой просто почти все мое время и нервы ушли на эту страницу из Вензи Бука. Просто если разглядывать каждую лодочку отдельно, можно заметить детализацию. Я их перерисовывала два раза. Один раз они были слишком большие, второй раз были слишком маленькие. И на третий раз все-таки у меня получилось. Ну, а не каждый может двигаться. Вот, вы видите, даже какие-то отличительные черты у персонажей есть. Кто там? Вот это вот Ксавьер, Аякс, Бьянка, Паганка. Бьянка. Потому что я помню, что ее так называли в комментариях. Энет, Венздей. Отличительная черта лодки победителей, там, да, вот эти Венздей и Энет. У них вещи выдвигают вот такие вот шипы. Так, дальше. О, дальше классный разворот в плане по аистэйстайте. Посмотрите, оно даже сочетается. Тут настоящие иголки, между прочим, от которых можно уколоться. Осторожно. Тут поединок. Венздей и Бьянки как раз-таки. Исполнено профессионалами, сами не повторяйте в домашних условиях вот этот поединок. Дальше классная страница с этим тайным обществом. Ой, я даже помню название. Там надо было делать что-нибудь там, по-моему, вот так вот пощелкать. И статуя начинала сдвигаться. Вот так вот. С таким вот прозительным скрипом. Таким же, как здесь. Все, камон, даже. Смотрите, аудиофайл вставила в страницу. Все очень идеально просто проработано. И переходим к следующему. Тут дядя Фестер. А точнее, эр-эр-эр. Фредди Фазбер. Эр-эр-эр-эр-эр. Кто хочет букву А, Фредди Фазбер, ставьте лайк. Дядя Фестер. У него поднимается шляпа и вот такой вот дедок. Дядя, хороший дядя. Он такой улыбается, все хорошо. Он Эмма Готт. Не знаю, я такие же себе тени рисую, как у дяди Фестера. Мне кажется, что я его киню. А на этой странице мясорубка какая-то. Ну, судя по тому, что происходит с вещью. В общем, вот так вот дядя Фестер может оживлять током. И вещь шевелится. Смотрите, это даже 3D-страница. Объемные действия. Дальше. Ой, капец, расплылась вот эта вот вся ручка. Почему-то она стала синей, хотя она была черной. Она должна была вот так вот выдвигаться. Но, честно говоря, мне кажется, что сейчас это не особо получится. Хотя нет, получится. Почему? Ну, как бы вот так вот. С немногими затруднениями. Это раньше было немного с затруднениями. Но, в целом, это возможно. И следующая страница это Вен засидит за шкатулкой. Шкатулка открывается, да? И тут смотрите, какая балеринка. Опять же, 3D-страница. Где вы такое еще видели? Пост предыдущий. И тянем за вот эту веревочку. И тут вываливаются фотографии. Настоящие фотографии из сериала. Если вы думали, что я это рисовала, я скажу, нет. Я что, сумасшедшая вот такую рисовать? Ну, да. Распечатала. Единственное распечатанное, да, в этом буке. О, дальше это... Как там ее? Марлин, Мерлин. Училка. Вот это злая... А, Лорел ее там еще как-то звали. Но на самом деле ее Мерлин кому зовут. Или наоборот. Лорел. Ее настоящее имя. Ой, что-то я не помню вот эту вот училку вообще замуту. У нее вот такой вот цветок злой. А, который может резко вот так вот вас схватить. Это я, опять же, напоминаю. Как я говорила в обзоре на Вензде-Бухе. Если вы не поставите лайк, то у вас вот так вот ваш палец, который должен был поставить лайк, вот так вот сожрет этот цветок. Смотрите на ее довольное лицо. Она прям такая рада, что если бы вас вот так вот съели. Ну, и следующая страница. Такая, опять же, мясорубочка. Лорел уже показала свою настоящую натуру. Она читает какое-то дьявольское заклинание. Венздеи порезали руку. Она вот так вот, а-а-а, из нее высасываются темную магию. И восстали машины из пепла ядерного огня. Восстал этот Крэкстон или как там его зовут. Я не помню вот этого босса. Вот этого замута с боссом я тоже не помню. Я помню в целом весь сериал, начало. А вот, честно говоря, концовку уже плохо помню как-то. Ну, и последний разворотик. Опять же, почему-то вот здесь все. Почему черный маркер распылся? У меня не попадал под дождь этот бук. Я не понимаю, что такое. Из заклеенной пленки. А-а-а, из заклеенной пленки. Ну, вполне возможно. Грустно, конечно. Ну, ладно. Это школа, но это типа родительский день. Она открывается, и тут Wednesday со своими родителями и со своим бротишем. Ну, и страница, где Wednesday сидит за печатной машинкой. И если вот так вот потянуть, она печатает The End. Это конец бука. Точно. Это конец. Все, дальше ничего нет. Пустой картон. Ну, я сейчас пересмотрела. Смотрите, у меня прям освежились эмоции. Впечатления об этом буке. Я не знаю, как это в последний раз, опять же, повторюсь, заглядывала в него. Ну, это невероятно большая работа. И я считаю то, что моя самая крутая, наверное, работа. Не знаю, насколько скоро выйдет второй сезон Эвензи. Там уже трейлер был. Ну, в общем, ждем всем селом. Обзор на все буки. Дальше был Чебурашка бук. Это такой небольшой вброс, когда вышел Чебурашка, потому что это фильм, а не сериал. По нему особо мало чего можно было каких-то страниц делать. Я сделала по самым главным таким событиям этого фильма. Но сначала давайте рассмотрим обложечку. Вот такой вот Чебурашка бук. Считаю, очень классный дизайнерский применение, дизайнерский ход. То, что буквы О я заменила мандаринками, апельсинками точнее. Он совершенно отличается от Вензи бука тем, что он в более таких нежных тонах. И... Да. И да. Мариарти и да. Открываем. Мне очень нравится, повторюсь, опять же, цвета этого бука. Они все сочетаются. В целом, цветовая палитра фильма меня прям очень вдохновила на то, чтобы тоже сделать такую эстетичную книжку. Эстетичный бук. Оно как будто бы напоминает атмосферу детских, вот, сказочных книг. А мне очень нравится вот эта страница. Тут сидит Гена и Чебурашка. И Гена его моет. Вот так вот поливает душем. О, тепленькая пошла. Это, кстати, от какой-то упаковки. Вот эта вот вода. Вода, пластик, который стал водой. Так вот, он может из себя поливать. Эта страница с Чебурашкой. И почему-то у него так блики расположены, как будто бы он сейчас заплачет. Хотя, на самом деле, он был такой решительный на этом моменте. Гена и еще его друг, дружбан, я не помню, как его зовут. Шахматное поле. И тут, вот, за этими вот мандаринками, тут прячутся шахматные фигурки. Они, кстати, тоже распечатанные, но заслуженно вполне распечатанные. Так, ну и вот это вот. Самым напряженным моментом из этого фильма. Страница с ракетой. Этой шоколадной какой-то там фабрики. Чарльз шоколадная фабрика пробовалась даже сюда. Ярмарка там вот эта и ракета. Ааа, Дерак движется, сейчас мы все умрем. Сейчас они взорвутся, да. Но, как там этого мальчика звали, я не помню. И Чебурашка. Такие, нет, мы два друга. Дружба это чудо. Мы выпрыгиваем из ракеты. На шартер они приземляются. И все супер, все живы, счастливы, хороший конец. Но мы их отправим обратно в ракету. И ракета опускается. Им понравилось там жить, потому что там много конфет. Ну, в общем, вот такой вот небольшой, коротенький. Но с множеством сюжетных поворотов. Ну, вообще интерактив разный. Тут можно даже поиграть в шахматы. Это уже такое, я считаю, большой интерактив у этого бука. Мне он очень нравится. Серьезно. И тут уже можно видеть, как прокачался мой скилл в рисовании. Обзор на все буки. Следующий бук как раз соответствует сейчасшнему времени года. Декабрю, предвкушение нового года. Гарри Поттер бук. Все же Гарри Поттер ассоциируются с Новым годом. Мне очень нравится обложка этого бука. Я ее не рисовала. Это был купленный скетчбук. Я вот специально искала какие-нибудь скетчбуки с Гарри Поттером. И идеально подошло. Первый разворот. Это титульный лист. Вот такой вот очень красивый. Я приклеила сюда бирку от пижамы с Гарри Поттером. Но она сюда хорошо подошла. Тут метла, всякие вот эти вот зелья, сничьи, указатели. В общем, все, что связано с Гарри Поттером, я здесь нарисовала. Я, кстати, начала писать Маша Лил Пи, потому что кто-то... Ну, вы, наверное, помните. Олды, так сказать, помнят эту историю. Когда мои видео с Венздей Буком стали воровать и выдавать за свои, перевыкладывать. Там, набирали лайки. И чтобы такого не повторилось, чтобы все точно знали, кто это нарисовал, я стала ставить вот эти вот знаки Маша Лил Пи. И считаю, что полностью правильно поступило. Вот такой вот Гарри Поттер. Он, кстати, очень даже похож, мне кажется. Ну, в целом, да. И у него можно сдвинуть щелку, в общем, таким странным образом. Можно ему прическу поменять. Ну, в общем, виднеется шрам. Вот в этом весь интерактив. Переходим к следующей странице. Стена нарисована очень странно. Непонятно. Я не понимаю, зачем я нарисовывала вот так вот как-то странно стену. Наверное, я хотела передать угнетенное настроение, угнетенное состояние Гарри Поттера, когда он сидит под лестницей и горюет обо всем происходящем. То, что его никто не любит. Он в депрессии сидит в чулане. А вот тут уже гораздо ситуация получше. Посмотрите, какой тут потрясающий интерьер. Еще хочу сказать то, что помимо музыкальных инструментов, я ненавижу рисовать комнаты, мебель. У меня все это не получается. У меня плохо с этими перспективами как будто бы. Но я прокачивала с помощью там Гарри Поттера Бука. Вот это все старалась прокачивать. Сейчас уже более-менее получше. Но все равно я не особо люблю это делать. И фаны для рисунков я рисовать не люблю. Целый интерьер. Ничего новенького, необычненького. Но при этом есть открыть камин. Тут уже летают письма. Они немного склеились. А, нет, все хорошо. Вот такие вот письма. Просто из камина внезапно... Ой, кстати, это же еще не все. Вот здесь сбоку вытаскивается письмо. Из Хогурса, причем лично мне. Хотите пруфы? А пруфы я не докажу. Точнее, я докажу. To Miss Masha L.P. Sains Petersburg. В Санкт-Петербург для Masha L.P. Dear Miss Masha L.P. Смотрите, мне лично Минерва Марго... Марго... Ладин. Вы же писали мне под видео, где мама мне подарила билеты с пошлой Молли. Я спросила, как вы думаете, что там написали? Письмо от Марго Ладина. Вот оно, ребята. Оно все-таки мне дошло. Все-таки, на самом деле, вот настоящий подарок, который мне вручила мама. Ой, дальше смешной, смешной. Смешнявка, разворот. А Гарри Поттер не понимает, что с ним? Где анатомия гуляет? Ёлки посреди моря выросли. Это мы с вами обсуждали эту тему. А также тут такой Хагрид. Это совершенно новый и интересный интерактив был для меня в тот момент. Больше в моих буках такого вроде как не было. Тут вот так вот Хагрид немножечко отходит, и появляется торт! Самый настоящий! Мне кажется, даже каноничный... А, нет, не каноничного размера. Хаппе Бирдхдэй Гарри. Вот. Ну, хотя бы Гарри правильно написал. И на том спасибо. Тут семья Дурсли. И, как вы уже видите, у младшего Дурсля вырос вот такой вот поросячий хвост. Это все из-за того, что не надо жрать чужие торты. Ребята, если вы, например, там вот в классе видите у кого-то вкусняшки, там чипсы какие-то эти, не выманивайте, не берите без спроса, иначе у вас вырастет поросячий хвост. Ну, хотя, может, кому-то бы лучше вырос поросячий хвост и взять вкусняшки. Ладно, опустим эту тему. Так, это просто самый масштабный, наверное, разворот, в плане то, что это мой самый, наверное, любимый разворот, который я рисовала дольше всего. Это косая аллея. Хагрид и Гарри тут идут. Уже получше, по-моему, я их нарисовала. И вот эта вот косая аллея, опять же, перспективу я пыталась сделать! Хоть это у меня получилось не очень хорошо, но я пыталась. Здесь магазин палочек этого Оливера, как-то там. Оливера, который у меня в клетке живет. Вот этот вот мышонок. Да, очень хорошо прям получилось, мне кажется. Очень долго рисовала эту лестницу. Просто ее возненавидела, пока рисовала. Оптическая иллюзия. Смотрите, вот так вот, да, вот кажется, вот когда я сейчас смотрю, как вы сейчас видели, кажется, как будто лестница нормальная. Но вот с моего ракурса, если посмотреть, кажется, как будто бы лестница, ну, она вот здесь вот идет. А это вверх. А здесь магазин учебников, книг. Тут я уже не так сильно постаралась. Не знаю, что. Вообще не могу ничего разобрать, поэтому давайте просто закроем. А, кстати, в этом магазине Оливендера. Оливандера. Вот, в магазине Оливандера. Тут есть подсказка с палочками всех персонажей из Гарри Поттера. Следующий разворот. Это платформа 9,3 четверти. Точнее, обычная сначала платформа. Тут Гарри и Рон. Их вот можно отлепить. Открыть. Портал. Это суперкрутой механизм. Самый, наверное, сложный, который я когда-либо делала. Опа. Их можно сюда. И вот они уже на платформе 9,3 четверти. Хогвартс Экспресс. И, между прочим, кто-то выкрыпал на платформе Маши Л.П. Мне очень нравится этот разворот. Супер красивый получился поезд. Поезда я рисовать тем более не умею. Потому что, поэтому я просила помощи у мамы, у папы. Чтобы он мне помог нарисовать. А также тут есть билетик на платформу 9,3 четверти. Самый настоящий. Дальше уже ребята в поезде. Вы заметили хронологический порядок этих страниц? Они прям все по сюжету. Тут Рон и Гарри сидят в поезде и жрут много сладостей, которые они накупили. А так что тут эта вот крыса, как там ее звали? Б-б-б-б-б-б-б? Корне? Короста. Короста, короста, точно, точняк. Также лягушка шоколадная ползет по окну и прыгает конфетка. Какая-то непонятная. Ну, зато все в теме. Вот это очень классная страница со сладостями из Гарри Поттера. Это Хани Дьюкс. Какие-то конфетки, какие-то пельмешки. Какая-то еще конфетка кисленькая или наоборот невкусная, не помню. Это вот как раз-таки Бин Бузл. И также коллекция шоколадных... Карточек из шоколадной левушки. Вроде как вот они, да? Вот, смотрите, всякие разные тут учителя. О, дальше конец первой части. Опять же, у меня тоже делился на две части, как и Вензли Бук, Гарри Поттер Бук. И вот конец. Просто эффектный. Посмотрите, какой Хогвартс. Какие лодочки. Какое море. Какая потрясающая луна. Какая потрясающая луна. Хватит сказать солнце, но это луна. Дальше идет вторая часть. И уже видно, насколько прокачался мой скилл в рисовании с того момента. Потому что посмотрите, насколько аккуратнее все выглядит. Не спорю. Тут тоже очень красивое. Не буду там свой труд осуждать. Но мне кажется, что это гораздо лучше. Тут вот такой вот сидит Дамблдор и шляпа, которую можно отлепить и повертеть в каком вы этом факультете. Давайте как раз таки, вот я каждый раз на обзорах смотрю, какой я факультет. Посмотрим, поменялось ли что-то за момент последнего видео про Гарри Поттер Бук. Опа, почему Хаппл Паф, почему Пуффин Дуй? Вообще-то вот так должно быть. Мама сказала то, что я в Слизерин. Вот, значит, все правда. Мама не врет никогда. А здесь Драку Малфой, Гарри Поттер, Рон и Гермиона. Давайте узнаем, в каких факультетах. Хотя, ребята, никто же не знает. Ну, это просто как бы их распределили. Слизерин, очевидно, Драку Малфой. Это, кстати, есть тетрадочки вырезаны, картинки. У меня была тетрадь с Гарри Поттером. Слизерин, Гриффиндор. Хм, давайте посмотрим, кто же тут. Гни, тоже Гриффиндор? Неужели? Хм, и тут тоже Гриффиндор. Ого, вот это да. На какой факультет с Гарри Поттером вы бы хотели, напишите в комментариях. Следующая страница про мёплы из Гарри Поттера Нимбус 2000. Самая крутая. Ну, и какие-то там остальные. А вот это вот, конечно, уже соревнования. Вот это вот уже поспорили, кто быстрее долетит, да? Они как бы летели вот так вот, да? Драку Малфы всех обгонял. Но Гарри Поттер, это же Гарри, поэтому он долетел быстрее. Он же главный герой. Дальше. Про заклинания и волшебные как бы палочки. Ну, Гермиона с волшебной палочки сидит. И она говорит, Венгардиум Левиоса, и поднимает перо вверх. С полной лёгкостью, посмотрите на её расслабленное лицо. Она совершенно не прикладывает к этому никаких усилий. В отличие от Рона, который Левиоса делал, да? И, соответственно, заклинания. Амбада Кедавра. Трэш. Вот это вот тут нужно сделать махинацию. Я боюсь, что я демона вызову таким действием. Амбада Кедавра! Кстати, смотрите, как тут расплылось Маша Лилпи. Или это я писала, и потом сверху ручкой писала. Но в плане, всё равно она выглядит как будто тень. Это очень классно. Тут, посмотрите, потрясающее лицо Рона. Это страница про вот этот урок растений. И там вот эта вот кричащая, как там её... Корень Мандрагоры. Вот, страница про корень Мандрагоры. Конечно же, надеваем Рон наушники, чтобы он не оглох. Вытаскиваем. Все оглохли. Кто не поставил лайк под этим видео? А здесь страница про Минеру Марголдин. Про Минеру Макгонагл. Кошечка сидит на столе, она прыгает. И внезапно превращается в Минеру Макгонагл. Дальше. Вот эта страница кринж, а вот эта страница классная. Потому что у неё такая мультяшная стилистика. Все же помнят момент с троллем, когда он там вот... Битва с троллем Гарри Поттера и его друзей. Так, бьём тролля по голове сначала, да? Потом втыкаем ему палочку в нос. И вот так вот её можно повыдёргивать. Берём Гарри Поттера в руку и вот так вот его вращаем. Делаем этот... Хеликоптер, хеликоптер. Потом прячемся под раковину. И в конце концов делаем Вингардиум Левиоса или как-то там. Всё, это инструкция по тому, как уничтожить тролля. С этой страницы сложно. Во-первых, механизм плохо работает в плане. Теперь этот пёс, пушок, он только подмигивает. Также он может убирать лапу и открывать он проход в люк в подвал. В холодный подвал, да? Или это чёрный гараж, кто знает. Может, это отсылка на один из следующих букв. Дальше страница с битвой шахматы. Посмотрите на лицо Рона. Он идеально подходит для моей бложки на YouTube. Одна пешка может так вот сделать. И другая пешка такая. О, нет, я разваливаюсь. Она очень легко собирается обратно, как пазл. Для любителей пазлов это очень хорошая игра, я думаю. А тут страница, вы просто посмотрите на это зеркало. Сколько же тут деталей. Гарри Поттер стоит у зеркала. У меня аж два Гарри Поттера пришлось нарисовать для этой страницы. Он смотрит зеркало. Он думает, держа философский камень, да, у себя в кармане или в руке. И у него появляются в зеркале родители. Это грустно, печально, но нарисовано круто. И это была последняя страница Гарри Поттера-бука. Вот на такой вот грустной нотке заканчивается этот бук. Ну, мне кажется, что он вышел очень хорошим, классным, сказочным. Особенно мне нравится, как выглядит состаренная вот эта вот бумага. Все прям в атмосфере Гарри Поттера. Какая ваша любимая часть Гарри Поттера? Пишите в комментариях. У меня, наверное, узник из кабана, хотя я давно не пересматривала, поэтому точно сказать не могу. Обзор на все буки! Следующий бук про лагерь, в котором я была. Спорт Занья! Этот бук уже, ну, он нарисован, конечно, но не до конца. Там большинство это фотографии со смен, на которых я была, потому что это бук воспоминаний. Итак, открываем первый разворот. Посмотрите, какой он красочный, яркий. Немного отличается от предыдущего. Прям такой контраст. Он яркий, интересный цветов разных, да? Оформление смен, на которых я была. Но тут нет последней, на которой я ездила в Санкт-Петербурге. Первая смена это скилл кэмп. Разлетаются краски. Нью-Йорк пати. Вэнсдэй. Невермор бал. И тысяча и одна ночь. А также здесь вот такой вот интерактивчик. Это фотоаппарат, из которого вытаскивается фото, выезжает вот такой вот мы с Евой. Едем в лагерь. Переворачиваемся. Первый разворот. О, какой же он эстетичный. В плане прям идеально подходит под вайп. С той сменой я под каждую смену старалась подбирать определенную там цветовую гамму, чтобы все прям навевало ностальгию. И воспоминания это действительно прям один в один синий, потому что у нас были синие платочки. Но также зеленый, коричневый и розовый очень такую теплую атмосферу создают. Тут я с наставниками, тут камчаку с синим платочком. Ностальгия warning. Кстати, реально warning, предупреждение. Тут вообще очень теплые фотографии со смены. И песня краски Федука, с которой мне ассоциируется эта смена. Урок фанфиков, наша комната с Евой. Я проводила урок фанфиков в нашей комнате. Мы с Евой тут стоим, такие вот нарядные. У нас пати. И мы с Андреем, с наставником. Перелистываем на следующую страницу. Это New Year Party. Вот, знаете, так много разных красок, потому что это Новый год. Новый год всегда. Разные всякие цвета, которые, может, даже сочетаются или не сочетаются. Тут фотографии наставников, которые были в костюмах зайцев. Да, вот такое было. Куча всяких разных этих конфетий было. Тут, кстати, я с девочками. И вот эта руфа, вот эта мема, конечно, смотри. Стоит девочка, да, красивая. И как она себя фоткает. Просто смотрите на мое лицо. Открываем, а там Дед Мороз. Дед Мороз, можно фото? Потом. А мне пуфик. И я делаю селфи в этот же момент. Супер, вот так лайк покажу. Хотя, с моей стороны это дизлайк, но с вашей стороны это будет лайк. Вот, я лайк, что показываю. Перелистываем на следующую страницу. Опа, опять же, ааа, настраги, варнинг. Потому что эта смена у меня тоже сытилась как раз таки с каким-то нежными, наоборот, светлыми цветами. Потому что это была прям такая весна, весна. Уже почти лето. Это май или апрель был? А, да-да-да, 31 марта, апреля, весна. Сытилась такими светлыми, голубо-розовыми, бежевыми тонами. Девочка Уэнси, потому что это Nevermore Балл. Ну, хотя тут нет ни одной фотографии с Nevermore Балла. Ну, потому что было нам смешно. И даже до Балла, потому что Балл это последнее событие было. Тут мы тут все с грамотками. Это с рефлексией очень красивая фотография, где мы все телефоны клали. И смотрите, как они все заместились от чехлов, светятся разными цветами. Бинго! Это это сменение. Когда мы ехали в автобусе, я выиграла бинго. Это был первый раз, когда я выиграла бинго. Это очень круто. Я помню, как я радовалась. Мне подарили за это ручечку. А тут я лезу на столб, между прочим. О, дальше Тысячая над ночь. Тоже очень много разных красок, потому что это была самая эмоциональная, самая классная смена. Мы готовили собственный спектакль, собственные представления, которые отыгрывали на смене для самого царя Султана. И ему, между прочим, понравилось. Мы заняли первое место. Представляете, насколько это классно было? Вы знаете, то, что я обожаю выступать, поэтому мне это очень понравилось. Вот как раз таки мы выступаем на сцене. Тут Ваня, который играл Султана. И я. Диплом. Тут я, получается, с птицами становимся на сцене. И чего тут только нет. Мы с нашими любимыми наставницами. В наш отряд фоткался. Такос, такос. Есть несколько трассируется. Это смена. Такой же, кстати, как в Гарри Поттер Буки механизм. Тут фотографии со смены. Дальше. Тут идут страницы про наставников. Вот фотографии наших наставников. Очень все классно. Я нарисовала каждого наставника, который был в наших сменах. Это очень круто. Но, правда, наставников с Питера тут нет. Потому что я так и не доделала. Я все думаю. Надо доделать. Вот сделать разворот про Питер. Но я так вот. И не доходят руки. Надо будет как-нибудь закончить. Так. Тут страница про Егора. Нашего наставника. Я тут его рисовала. С которым делаю предложение. Это Андрей. Тоже всякие разные мемчики с Андреем. Палец, палец. Это палец. Нет, это не палец. Меми. Даша. Микрофон. Хин, Кали. И всякие разные меми. Фотографик. Вот такой вот механизм. Тут Даша в очках. Вот таких очках. Опять же, в этих же очках. И в этих же очках. Только с барадовой. И еще Даша. Тоже супер классная наставница. Тут рисунок Даши. Я рисовала ее. И разные милые фотографии. Переходим к следующему разводу. Тут Даня. Кстати, классная фотка. Мы в очках зданий. Вообще такие стильные, стильные. И Серега. Супер классный мемный чел. С которым мы прям угорали на смене. С таким звуком он к нам заходил утром в будильнице. Дальше идут страницы про места. В лагере это столовая. Новая Истра. Это лучший курорт. Я помню, каждый раз мы приходили на завтрак. Играла вот эта вот песня. Поэтому тут собственно. И вот такая вот пластинка нарисована. Прямо у меня воспоминания такие. Вот мы сидим и играем. Новая Истра. Это лучший курорт. Но это я почему-то внезапно решила написать по-английски. Тут я с Монакумой и Евой. Вот это у нас, конечно, компания крутая. Алена с чемоданом. Даша с телефоном. Я люблю всех фоткать на 0,5х. Ну, я тот самый человек, который берет и внезапно начинает вас фоткать на 0,5х. Ну, конечно, с вашего разрешения. А дальше ничего нет. Я хотела делать страницу про английский язык. В общем, на этом заканчивается пока что с портзанием буквы. Вот так вот он обрывается. Но я думаю, что когда-нибудь я доделаю про последнюю смену, на которой я была. Ну, в общем, очень много воспоминаний от этого бука. Прям очень классный, ностальгический бук. Обзор на все буки! И гейм-бук! Мой самый любимый бук за всю историю буков, которые я когда-либо делала. Первый разворот это Тайни Банни. Это бук про то, как я попадаю в свои любимые игры. Алиса тут дает вот такую вот жвачечку. Рома, я, Антон и Беша. Беша просто чилец. На кайфике. Антон с маской зайчика. И я с варежкой Вовы. О, дальше разворот Побби Плейтайм! Я обожаю эту игру. Мне кажется, это игра, интерес к которой у меня никогда не пропадет. Я могу про Побби Плейтайм рассказывать теории. Все, что угодно придумать. Просто вещь. Кстати, вы видели то, что вышел трейлер третьей главы Побби Плейтайм? Я просто визжала от радости, когда это увидела. Как же мне не терпится, чтобы эта глава вышла как можно скорее. Там будет Кэтнап, какой-то новый персонаж. В общем, я безумно рада. Хочу потом будет сделать, может быть, Побби Плейтайм-бук. Возможно. Просто в планах. Хаги-Ваггис. Я. Вот такая вот миссия с Хаги-Ваггисом. Кстати, это напоминает мне немного мой новый арт, который я там рисовала под домом комиксу. Тоже девочка и монстр. Мамми Ланглейс, в которой вот так вот башка вылетает. И также у нее еще переставляются руки. Даже Мамми Ланглейс-то танцует. Я, кстати, видела какой-то мем был, где Мамми Ланглейс-то танцует. О, Даш Лайфе Стрэндж. Я так говорила про Побби Плейтайм, как будто бы думала, что это Побби Плейтайм-бук. Уже удивилась, что это такое. Кстати, тут сломалось много страниц. И как бы бабочка. Там был такой же механизм, как у Лоурелл. С захлопывающейся с утком. Но она сломалась от страницы. Я так ее не починила. Поэтому бабочка просто теперь порхает крыльями. А тут я, Макс Колфилд и Хлоя Прайс. Идем по рельсам. Вот такая вот красивая эта момент из игры. Только теперь вот я тут еще. Кстати, да, вы заметили то, что я каждую вот рисовку на каждой странице старалась сделать в стиле игры. Тут более такой как будто нарисованный заскетчинговый стиль, как у самой игры. Выдвигается фотография меня с Макс Колфилд. Она вот так вот подкала на фотоаппарат. Мне очень нравится эта игра и этот разворот. Обожаю просто. Ооо, Аманда Зе Адвенчер. Вот это мощь, мощь. А я люблю всякие игры, которые сначала притворятся детскими милыми, а потом становятся жесткими. Это просто отдельная отдушина, так сказать. Рты открываются, закрываются. Мы можем кричать, но, если честно, оно слежалось. Поэтому тоже не просите меня, пожалуйста, двигать вот это. Фразы Аманды. На этой странице Аманда кричит. Она выглядит максимально криповая, кстати. Заходила в темноту со страницы, у нее только глаза светились как будто бы. Все очень страшно, какой-то трэш, глюки происходят. Я даже не хочу это открывать до конца. Sally Face. Очень обожаю игры такого формата, с такой атмосферой. А с поверженными раз тоже цветовые, цветовая палитра этой игры. Если мы вот так вот потянем, появляется призрак девочки Мэган. Вот такая вот красота. Мне очень нравится эта страница. Тут никакого нет интерактивной страницы. Просто красивый такой, как будто бы постер. Detroit Become Human. Очень красивый разворот. В всяких нежных цветах. Очень аккуратный. Как же я люблю, когда я рисую аккуратные развороты. Смотрите, вот такая вот шестеренка в голове у Конора. И у него меняется цвет диода. В зависимости от его настроения. Нейтральные. Злой, как бы. Точнее, не злой, а если там что-то поломалось или у него какой-то сбой. И также желтый, если он о чем-то там думает, задумался о чем-то. И страница с Кэрри Алисой. Точнее, не совсем Алисой, а это я. Потому что вместо вот лисенка, который был у Алисы, Хамчакус. Также у него диод. Так что он тоже, ребята, живой. We are live. А здесь Ducky Ducky. Мне очень нравится эта страница. Моника пишет Ducky Ducky. А потом она стирает это. Такого механизма в моих буках еще никогда не было. И мне очень нравится. Это настолько залибательный процесс, что можно просто буквально несколько часов залипнуть это все. Рисовать, стирать, рисовать, стирать. А тут клич, клич. Вот такая вот страница. Все глючит. Моника непонятно, что с кем сделала. Посмотрите, на Сайори, на Нацуки. Это какой-то трэш. Но ничего, мы просто перелистываем страницу с глюками. И понимаем, что все хорошо. Сайори, Моника, Юри, Нацуки. И я в целости и сохранности. А также я немножечко импостер. Посмотрите просто на то, на мое лицо, которое понимает, куда я попала. Нет, уберите, пожалуйста, меня из этой игры. Сейчас Моника меня уничтожит. Дальше ничего нет. Вот такой вот геймбук. Но понятное дело, что пора уже делать разворотик про Undertale, про Фредди Фассбер и остальные. Возможно, когда-нибудь я сделаю. Когда-нибудь я сделаю. Очень хочется продолжать геймбук. Так что, если вы хотите, то пишите об этом в комментариях. Обзор на все буки. Тайни Бани Бук. Я делала его параллельно с геймбуком. Вот такой вот Тайни Бани Бук. У него обложка очень классная. С обложкой самой игры. Тайни Бани, Маша Люби. Переходим к первой странице. Антон Петров. Сначала был просто Антон Петров с маской зайчика, которую можно на него налепить. В самом конце к нему добавился Харитон на эту страницу. И спрашивал, какое у него имя. Мне кажется, что за все время, пока я не открывал этот звук, он его спрашивал, какое твое настоящее имя. И открываем Скерл и Скерл. Она нас делает, как на твое настоящее имя. Видите, он его спрашивает. То есть он реально уже все. Дед поехал кукухой. Перелистываем на следующий разворот с моими двумя самыми любимыми персонажами Бяша и Ромка Петтифанов. Так вот, и-ы-ы, отодвигается подбородик и пиляется зубы. Точнее, без двух зубов. Опять же, блин, ребята. Не заклини. Размылась. Теперь желтый немного Ромка Петтифанов. Ладно, ничего страшного. У него выдвигается вот такой вот бабочка вот такая вот выдвигается. И сам он такой вот. Это Полина и Катя. Да что ж такое, ребята? Ну почему все желтое и теперь это выглядит так красиво? Я очень грущу по этому поводу. И она, кстати, играет на скрипке. Опять же, мне пришлось создавать струнный инструмент. Вот она играет на скрипке. Вот такая вот красоточка. И Катя, вот ты и показал свой животный нутро трус. Ты еще поплатишься, да, за эти слова, девочка? У нее вот такие глаза становятся красные. Олечка и Алисенька. У нее очень трудно работать механизм. Но у нее закрываются глаза немножечко. Вот она один глаз более закрывается. Она подмигивает вам. Алиса. У нее пасть открывается. А этот разворот про Олю, которая ест сгущенку в своей комнате. Все, ничего не предвещает беды. Но в один момент нежданный гость появляется. Сова. Давайте ее уберем. Я не хочу пугать Оленьку. Дальше, наверное, мой самый любимый разворот. Разворот Ромка с Антоном. Пробрались в черный гараж. Йоу. Ура. Как же им хорошо сейчас будет. Как же круто. Но мне безумно нравится, как я нарисовала Ромку и Антона. Разворот Катенька поплатила за свои слова. Вот так вот она. Эр, 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 эр. Рома с Антоном. Птыщ. Птыщ. И на этом заканчивается тайний Бонни Бук. У нас такой вот страшной нотки. Но это же хоррор новелла, поэтому ничего удивительного. Обзор на все буки. И последний бук, который я делала, это Digital Circus. Правда, он, кстати, вот совсем вот такой вот маленький. Первая страница это Помни из цифрового цирка. Помни, если она говорит какие-то нехорошие там слова. Кейн ее вот так вот затыкает, говорит, не надо такое говорить. На следующей странице Джекс и Рогата. Чей краш, признавайтесь? Джекс может... Ой. Ха-ха-ха, Джекс может тикнуть глазами в разные стороны. И Рогата, которые переклеивались когда-то за платки. Но, опять же, трудности небольшие. А вот лицо можно поменять. Следующая страница, о май гад. Два глазастика. Короллер. И мой самый любимый персонаж это Кейн. У него... Че, вот так глаза делают? Вот так вот, вот так вот. И вот так вот, короче, крутится по-разному. А дальше следующее это Зубл и Гэнгл. Зубл полностью интерактивная. И вот такая вот классная игла у меня тоже крутится. А также Гэнгл. Весела Гэнгл. Весела и маска. Ну, внезапно она разбивается. И Гэнгл плачет. Грустно. Разворот. С весьма заманчивой дверью. Да? Мне кажется, помни. Такая. О, класс. А она идет, а там еще одна дверь, выход. Она идет, а там еще одна дверь, выход. Она открывает, идет, а там еще одна дверь, выход. Она открывает. И видит компьютер, из которого она сюда попала. И все. Приходит сознание. Она попадает в пустоту. Но все супер, потому что Кейн ее спасает. И на такой замечательной, веселой или невеселой нотке заканчивается цифровой циркбук. Мне безумно понравилась первая серия, пилотные выпуски. Очень жду продолжения. Я прям сразу влюбилась в персонажей. Очень хочется увидеть, что будет дальше. Обзор на все буки. Вот такие вот буки я сделала за этот год. Пишите в комментариях, какой вам понравился больше всего. Мне больше всего нравится геймбук. А вообще, на самом деле, все и Тайни Банни, и Диджитал Соркурс, и Вензи, и Гарри Поттер, все мне нравятся буки. Сложнее всего было, конечно же, делать у Вензи и Гарри Поттер бук, потому что они были первыми. Хочется продолжать Тайни Банни и геймбук. Потому что ждем, ждем пятый эпизод с нетерпением. И хочется сделать продолжение своих любимых игр. По каким фильмам, сериалам, мультикам, играм, фандомам вы хотели бы увидеть буки от меня, от моего исполнения? Пишите обязательно в комментарии. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой туб-канал, и жмите на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok